Августовская конференция педагогической общественности прошла в 12-й школе и была посвящена теме «От национальных целей и стратегических задач к новому качеству системы образования, достижения проблемы и перспективы». С хорошим образованием в настоящее время связывают надежды на развитие нашей страны, и потому важно соответствовать поставленным высоким целям. В преддверии Дня знаний, начала нового учебного года, все, кто связан с районным образованием, представители школ, дошкольных организаций, учреждений дополнительного образования, а также среднего и высшего профессионального образования, местных властей, сотрудники социальных служб, собрались в актовом зале новой школы на конференцию. Им предстояло обсудить наиболее важные направления развития, оценить степень решения поставленных задач и определить, на что нужно обратить особое внимание в предстоящем учебном году. Глава Славянского района Роман Сенеговский обратился к участникам конференции с приветственным словом. Он подчеркнул важнейшее значение отрасли. В образовательных учреждениях работают квалифицированные и творческие сотрудники, которые смогли организовать в нелегких условиях прошедшего года качественное обучение. «У нас есть отличные профессиональные кадры, есть крепкая материально-техническая база, есть современные и важные для качественного образования ресурсы, есть поддержка в лице губернатора Кубани Виновича Кондратьева, депутатов Государственной Думы, Краевого парламента. В таких условиях работать приятно, хочется сделать очень многое, и нам удалось решить ряд важных задач. Прежде всего, по обеспечению безопасности. Убежден, что для полноценного процесса образования педагоги должны работать, а дети учатся в современных и комфортных условиях. В этом году почти 37 миллионов рублей уложено в создание в школах и садиках именно таких условий. Основные выполнены работы. Значит, какие у нас? Отремонтированы кровли в четырех учреждениях, установлены новые окна в двух, сделан капитальный ремонт отопления в трех, капремонт внутренних туалетов в трех школах. В школе номер 30, в стадии Петровской, капитально отремонтирован пищеволок. С обстоятельным докладом о развитии системы образования выступил заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Он отметил, что отрасль очень быстро меняется. Постоянно появляются новые вызовы и новые задачи, и нужно им соответствовать. Мы переживаем сейчас, являемся, наверное, свидетелями серьезных преобразований в отрасли образования, когда меняется не только форма, содержание, методика, но и в целом взгляд на то, чему мы должны учить, и кто это должен делать, какой должен быть учитель, какой должен быть современный ученик, и какой он должен получаться на выходе из школы. На это направлен национальный проект образования, стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. И вот как раз таки с использованием этих понятий нам предстоит все вместе перейти на следующий уровень развития, сделать так, чтобы школа давала значительный рывок в качестве нашего образования и формировала человеческий капитал. Серьезный есть анализ работы, он у вас отражен в вестниках, в том наглядном материале, который пошел всем участникам конференции. Уверен, что вы его проанализируете, уверен, что возьмете из него самое ядро, увидите себя, где у вас лучше, где хуже, и выставите правильный поле. В новом составе управления образования желаю подотворной работы, чтобы все-таки этот год был годом развития, годом созидания. Начальник управления образования Славянского района Елена Щурова сказала, что, отмечая успехи, не нужно забывать о проблемах, о том, что нужно улучшить, активизировав работу по повышению профессионального мастерства педагогов, росту качества образования. Наша с вами цель, наша с вами, уже здесь, образованческая задача – это качество обучения и воспитания. И именно на эти две составляющие должна работать отрасль образования, муниципального образования Славянский район. Как сегодня уже было обозначено, образование – это открытая система, в центре которой стоит ученик. Все остальное, о чем мы говорим – создание условий, кадры, модернизация, цифровизация, покупка нового оборудования – это все механизмы достижения одной цели. А цель у нас – обученный, умный ребенок, который, покидая школу, знает, кем он хочет быть, как он будет работать и ставит перед собой серьезные глобальные цели для развития страны, ну и региона ваших в том числе. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский прежде всего искренне поблагодарил всех педагогов за работу, проведенную ими в минувшем году. Ведь каждый ребенок был с учебником даже на дистанционке, с каждого на связи был учитель. И как только ситуация предоставила, предоставили с 1 сентября у нас встретили детей, пусть и расписание выдержали, то непростое. И входы открыли разные, и питание организовали, и уроки все провели, и в целом год провели. И итоги, конечно, показывают, что заопричай большая работа. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Бакон, здоровый учитель, воспитатель, работник среднего и специального образования. Кроме того, он проанализировал то, что сделано в системе образования, и внес предложение, что можно и нужно улучшить. Педагогическая конференция дала отличный повод для размышления и поиска новых подходов в развитии образования. А опыта и желания работать у наших педагогов не занимать. К примеру, открытие так называемых точек роста в ряде школ дало отличный импульс для развития. Конечно, новое современное оборудование дало большой импульс детям к изучению этих программ. К тому же у нас есть целое направление дополнительного образования. Учащиеся туда ходят с удовольствием на все эти курсы, занимаются, им очень нравится. И это не могло не отразиться на качестве образования в целом. Безусловно, развитие нужно всему. Тот, кто не учится, он отстает как минимум на два шага. Поэтому нужно и повышать квалификацию преподавателям, в первую очередь учителям, заниматься самообучением, самообразованием. В первом лицее сохраняют высокий уровень образования. Отличные результаты его выпускников – это итог большого труда педагогов. Школа пахнет такой свежестью, свежепокрашенной, много сделано ремонта в школе. О том, что дети соскучились и дети приходят с радостью. Знаете, счастья родителей и детей, что мы работаем в обычном режиме, что мы не переходим на формат дистанционного обучения. И очень надеемся, что нам, соблюдая все нормы санитарного состояния и требований, что нам удастся не переходить на дистанционное обучение. Да, действительно, школа – одно из ведущих образовательных учреждений нашего района. У нас великолепные результаты по государственному экзамену, поступление детей, по количеству медалистов. То есть все параметры учебной деятельности говорят о том, что это стабильная школа, высокоэффективная школа. Я хочу поздравить своих коллег. Я хочу пожелать, чтобы вот это стабильное, самое главное, что характеризуется школой, чтобы это сохранилось. Накануне 1 сентября трудно унять волнение перед началом нового учебного года. И в 12-й школе, как и по всему району, было сделано все, чтобы встретить этот день в полной готовности. 1 сентября – это важное событие не только для нас, для педагогов, для школы, но и также для ребят. И их родителей. Действительно, лето для нас очень жаркая пора, потому что мы готовились. Во-первых, наши выпускники сдавали экзамены. Подготовка и учителей к новому учебному году, потому что очень много рекомендаций. Мы действительно стремимся к высоким стандартам. И надеюсь, у нас это получится. Это очень большой титанический труд. И мы все стараемся. Завершилось это важное мероприятие на приятной ноте, когда лучшим из лучших педагогов, добившихся прекрасных результатов, были вручены благодарственные письма. Августовская педагогическая конференция стала точкой отсчета новых дел в образовании, новых надежд и свершений. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Программа «События».